Встать! Суд идет! Сегодняшнему разбору подлежат группы с женским вокалом. Номер один на сегодня – клип девчачьей группы «Нью Брис» из города Владимир. Клип, видимо, является локальным аналогом ранеток. Брекеты-вокалистки меня в этом убедили окончательно. Клип на песню «Убежать» – дебютный клип, конечно же, снятый на природе. Несколько общих слов. Музыка слух не режет, вокал тоже, текст, правда, очень банален. Не хватает только где-нибудь рифмы «Любовь в кровь», чтобы создать полноценную гармоничную картину. А, ну и в одной строчке девушка не справилась с падежами, но это все хуйня. Видеоролик сам по себе, снят вполне профессионально, зачет. Но вот банальностей и нелепец в нем хватает, и именно о них мы сейчас и поговорим. Начинается ролик с того, что одна девчушка сидит на скамейке и читает книгу. Потом ей приходит смс-ка и начинается забавность. Посмотрев весь клип целиком, у меня сложилось впечатление, что это клавишница этой группы, зачитавшись книгой, проебала съемки собственного клипа. В кадре исполнительность четверо, а инструментов пять. Синтезатор стоит, в самом миксе клавишные есть, а вот клавишницы нет. И весь клип она бежит, стараясь успеть на съемке, к какому-то мосту. В самое логово сирен. А там уже никого и нету. Вампиры, звавшие ее, уже вознеслись. В конце клипа снова повторяется сцена, похожая на первую, но уже с участием группы. Участница группы присылает ей смс-ку неизвестного содержания. В прошлый раз она, получив ее, ломанулась по жизнедорожным путям. Теперь улыбнулась и хэппи-энд, типа. А, все, поняла, убежать. Четыре телки сообщают свою целевую аудиторию о том, что они таки выбрались из Владимира, живут, горя не знают, ебашут музло, и каждая из вас девочки может так же. Еее! Я смотрю тема побегов в городе Владимире после Миши Круга с его Централом. Очень актуально. Только вот пугает то, что группа в конце клипа вознеслась на небо, оставив на земле все свое музыкальное барахло. Походу из Владимира есть только один выход, и он не через вокзал. Пришло время обратить внимание на то, что сейчас называют готикой. Вичкрафт. Без меня. Москва. Первое, что бросается в глаза, гротескные наряды участников. Просто сборище отрицательных героев из японских видеоигр. Понятно, что все это вполне в рамках канонов жанра, но все-таки серьезно это воспринимать никак не получается. Вы простите меня. Клип прекрасен тем, что, несмотря на то, что он сюжетный, понять, что в нем происходит, не так-то просто. Короче, клип о сложной женской дризбе. Основной упор в сюжете сделан на двух баб в группе. Первая из которых, вокалистка, медленно влечет вторую скрипачку к символическому краю. Действие происходит в готическом лесу. По ходу действия скрипачкой сжигается Библия. Вокалистка обрастает гигантскими черными крыльями и тащит скрипачку в пропасть. А скрипачка в конце, не желая устремляться за главной действующей пиздой в пучину порока, убивает ее с помощью своей скрипки, превратившейся в арбалет. Ну что за готический клип, в котором никто не умер? Фрейд смеется, хлопает в ладоши. Девочки, ну нельзя же так в самом деле. Кстати, скрипки в треке я так и не услышала. Вы слышите? Вот, а она есть. Резюмируя все вышесказанное, хороший клип ни о чем. Стандартная готическая хуйня, аналог сжевательной резинки для любителей такой музыки. Вичкрафт, без меня. Ну да, лучше без вас. Третьим подсудимым сегодня является группа Гуаха с песней «Магия» Санкт-Петербург. Стиль, в котором они играют, сама группа охарактеризовала как «Эзотерик дарк метал». Блять, какой стыд. Клип этот о том, что вокалистка группы Гуаха боится, что участники ее группы прилюдно опозорят. Причем эти страхи в духе магического реализма воплощаются следующим образом. В «Ночном кошмаре» ее родные черти и упыри ловят ее в лесу и после вялого группового изнасилования обоссывают. Конец. Не верите? Ну давайте разбирать вместе. Начало претенциозное. Некая барышня спит и в кошмарах ей является странный чувак с бледным светящимся лицом и руной смерти на роже. Русские сумерки! Кто заказывал упырятины? Дальше невнятный сюжет начинает закручиваться и остальные персонажи еще круче. Рязанский индейец, который занят выдуванием дыма в камеру. 42 дубля, блядь, а он все дует и дует! Жаба с нелепым мейкапом, колдующий над вяло-чадящей бочкой. Мумия в окровавленных бинтах, которую какой-то полупокер с наглой рожей поет зеленым говном, после чего ее начинает штырить и корежить. Мужик, похожий на кастрированного кота, только с контрабасом и в цилиндре, на который нацеплены очки сварщика. Еще одна чувиха с перьями, приклеенными к бровям. Она там как бы ни при чем, ну не пропадать же такому макияжу. Хотя может быть ее тотемное животное к курице, и тогда это обретает смысл. Ой, да ну нахуй! Ничего себе кошмару, девочки, а? Периодически нам демонстрируют кадры колдовства разных персонажей. Особенно крут момент, когда демон с руной на щеке плюет черными перьями в лицо индейцу, который относится к этому как к чему-то обычному и даже не обращает на это никакого внимания. Ну сон, хули тут! Там вообще много чего ни при чем. Вот игральные кости, например, которые кто-то все время кидает. Их то две, то одна, то нифига не видно, что на них выпадает. Но это несомненно охуенная деталь. Деталища! Деталюга! Ну и финальная сцена. Бабу ловит в лесу, нехотя изображает группоуху по типу карусель. Та-та! На героиню проливается золотой дождь. Ну вот и как это трактовать? По Юнгу? По Фрейду? По хую? Если ты делаешь что-то в категории символизма, то будь готов к тому, что кто-то это попытается расшифровать. Короче, блять. Это и есть главный урок, который стоило бы выучить группам, снимающим подобное говно видеоролики, в которых пафос стекает жирными соплями по экрану. Пять минут этой копрофагии, да еще и без хэппи-энда. Гуаха, магия. Иди умойся! Знаете, как сделать пиздатый трек окологодской направленности женским вокалом? А вот как. Чика из Перми. Моя религия. Антихристианство в чистом виде. Откровенный плевок в лицо маме, папе и господу богу. Тонкий стек над клубной культурой. Каждая сцена прекрасна. Килограмм порошка в кадре. Удачный режиссерский ход. Находка, я бы даже сказала. У вас горы порошка? Тогда мы идем к вам. Я променяла креста на деньги и разврат. Внутри меня зима и мне наступит март. Моя дева Мария, это святая. Перис из Грааля божественного. Пью, Джиг, Дэниел. Текст над цитатой можно расточить, особенно припев. Сплошь модные тренды. Диджей, гей, Паша Дуров. Моя эра началась с первым треком Тиэссе. И оторва ангельской внешности над всем этим. Прямо Лермонтов, героиня нашего времени. Мой новый совет. И музыка качает. Сам патриарх начнет пританцовывать. Нация. Цель, алкоголи и галюцинации. Ну и конец, безусловно, прекрасен. Когда эти люди произносят «Мы, будущее России», становится реально страшно. Мы, мы будущее России. Это клубная нация. Цель, алкоголи и галюцинации. Мои пророки. Это нация клубов. Диджеи, геи и Паша Дура. Предыдущие три группы пытались создать атмосферу какой-то готической хуйни, и у них ничего не вышло. А тут пришла обычная пермская блять и устроила дикий разнос. Прям Мария Магдалина. Вот вам и готика, ребята. Морь, Русалин, Ибица, часовня, это бар. Церковь, это клуб, осудный день, карнавал. Семь смертных грехов, моя ночная программа. Все выходные, я реклама. Адамая вера началась первым треком Тиеса. Для Иисуса сердце не нашла я места. Распятие и золото, индикатор статуса. Из архиепископа знаю только Санта-Класса. Моя религия, это клубная нация. На этом все. С вами была Маша Миями. Увидимся во снах. Субтитры создавал DimaTorzok